Практически там в два раза, ну, чтобы не соврать. Вот здесь испаритель, смотрите. Мастики не пожалели. Красивая, современная. Сейчас они видео посмотрят и закроют. Не подпишите, не проголосуйте за нас. Я вам, типа, ключи не дам от входа. Там кто-то поднасрал. Все? Четко, красиво. Все здесь на скобочках, красавчики. Ограждающие конструкции с линолеумом. А, вот видно, да, воды здесь много. Не каждый застройщик так может сделать. Аккуратно все покрашено, молодцы. Тесно и душновато. Не опечатано, нет ответственности за пожарную безопасность. Жилой комплекс, в котором это так сделано. Вот, по мне, это нужно было, конечно, делать прямо. Ну, здесь сухо и вот есть лопаты, на всякий случай. Фасадом из кирпича. В целом все организовано, я бы сказал, на высшем уровне. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами у станции метро Пионерская. И отсюда люди каждое утро и вечер возвращаются и снова приходят в свой жилой комплекс, который называется Приморский квартал. Мы сейчас с вами прогуляемся по одной из дорог, по которой будете или ходите каждый день. Выходя со станции метро Пионерская, можно перейти либо на соседнюю сторону, либо пройтись вдоль. Вот, в летнее время здесь такие, когда становится тепло, из павильонщики, приобрести различные продукции по пути домой. Рядом возводится новый торговый комплекс. Это тоже плюс то, что все рядом с домом, а сам Приморский квартал, вот он уже виднеется, друзья, впереди. Чего здесь только нет. От одежды до еды. Даже есть белорусские товары и клубника по 600 рублей за килограмм. В Коломяшке проспект достаточно оживленная трасса. Вот уже видна церковь и с домами как раз один из корпусов жилого комплекса, в который мы с вами идем. Здесь огромное количество машин. Конечно, у кого окна во двор, я считаю, это намного лучше, нежели чем на проспектах, когда проспекта много шума, гари и пыли. Как мы с вами видим, здесь советская и постсоветская застройка. Есть и панельные дома, и из кирпича, достаточно специфические проекты, высотки. Сейчас перейдем с вами дорогу и в скором времени уже будем в жилом комплексе. Идти, наверное, буквально, мне кажется, 5-7 минут, 7 минут, если вообще не спеша. Вход в комплекс. Здесь есть охрана. Есть еще незавершенная стройка. Видно, что здесь еще ничего не облагорожено. Есть, соответственно, шлагбаум. По всему периметру у комплекса стоит шлагбаум и стоит охрана. То есть может заехать именно тот, у кого есть ключи, либо тот, кто, соответственно, приехал сюда делать ремонт. У входа уже видно озеленение в виде вот таких елочек, кустиков и накидано кора от деревьев. Ассалам алейкум! Здесь мы тоже с вами видим озеленение. Ну, такие подрощенные деревья, кустарник, уже зеленая травка. Здесь, видно, скопали. Семян не вижу, возможно, они там есть под землей. И начинается комплекс. Самое интересное здесь, конечно, это вот в этих башнях. Это у застройщика, если не ошибаюсь, бизнес-класс, остальное все комфорт. Здесь меньше квартир, дороже квартиры, должна быть лучшая отделка входных групп. Все квартиры застройщик передает черновой отделке. Конечно, мне больше привлекают здания с фасадом из кирпича. Смотрится фасад красиво по сравнению с фасадом из панели. Вот можете сами оценить и принять для себя решение, что на ваш вкус более интересно. Ну, давайте вот здесь по кругу пройдем, посмотрим. Здесь можжевельник. Деревца. Скоро пойдут почки, распустятся листочки. Ну, деревьев, конечно, маловато. По мне, хотелось бы, чтобы их было побольше. У каждой входной группы, которой, знаете, можно узнать, что она здесь есть. Это либо здесь жить, либо, соответственно, идти, вот как и я. Потому что вот здесь, на фасаде, нет никаких указателей об этом. Это, конечно же, проблема, особенно для тех, кто к вам привозит различные доставки или приходят к гостям. Мы с вами видим скамейку, с вами видим урну. Они здесь все одинаковые. Вот так все аккуратно сделано с деревьями. То есть, ну, первое впечатление достаточно положительное. А кирпич красиво смотрится. Это вот литера, наверное, я не знаю, почему, букву А поставили. Первый подъезд. Здесь видим этажности. И, соответственно, там есть нумерация квартир. Есть при ямах. Можно сразу зайти, да, посмотреть, что же там спрятал застройщик и управляющий компанией. Ржавчины, кстати, нигде не видно. Сделано все аккуратно. Отлив из металла. Обратите внимание, везде прошлись герметиков. То есть, здесь все нормально, все хорошо. Еловые насаждения. Спускаемся вниз. Что мы тут видим? Тут у нас от двери коробка для чего-то. Влаги здесь не видно. Виден подвал. Дверь закрыта. Юпитерстрой. Ну, здесь сухо и вот есть лопаты. На всякий случай. Ступени, кстати, тоже достаточно все ровно. Даже удивительно. Самое, конечно, здесь основное, самый большой для меня плюс – это шаговая доступность до станции метро. Поэтому здесь огромное количество квартир. Как продажи от застройщика, так и на вторичном рынке. Еще один приямок. Тут аналогично. Нигде не видно следов влаги. Возможно, она просто сюда даже не попадает, потому что все под козырьком. А здесь даже, обратите внимание, плиточку сделали. Брусчаточку, вернее. Идем с вами через арку во двор жилого комплекса. Здесь, обращаю, очень вкусно пахнет корой. Очень вкусно. Тоже зеленое насаждение. Различные лазалки, качельки для детей. Вот такая штука. Я полагаю себе, я был бы ребенком. Я бы, наверное, отсюда в ближайшие месяцы не выходил. Спортивная площадка. Озеленение. Вот большие деревья. Вот здесь мы видим. Внутри здесь небольшой кустарник. И трава. Ну, в принципе, вот такой, скажем, свой променад, где можно прогуляться. Походить, посмотреть. Детский садик мы видим впереди. Жилого комплекса. Ну, знаете, сделано все аккуратно, но не хватает, например, здесь диагоналей. Потому что вот здесь, видите, все сделаны подходы прямо, а люди любят все проходить наискосок. Поэтому, если бы были диагонали, было бы лучше. Вот Рохли стоит. Наверное, строители или еще кто-то возит стройматериал. Люк почему-то сделали чуть выше газона, сантиметров так, этак, на 15. Волсад смотрится неплохо. Здесь нормальный кирпич, нигде не видно каких-то протечек, мокрого кирпича. При ямочек. Окна красиво смотрятся. Мусоросборочная площадка почему-то с трехэтажной забита. Вся эта, похоже, то ли керамзит, то ли земля. Благодарю. Или это кора. А, слушайте, друзья, это кора. Странно, конечно, что здесь нет баков. Возможно, люди на собрание решили, что это не нужно. Детский сад. Дальше дома пошире. Люди сидят, строители отдыхают. Вот такая. Вот тоже обратите внимание, что здесь, чтобы сделать безбарьерную среду, чтобы жители с маленькими детьми на колясках смогли спокойно заехать. Не трехэтажных пандусов, а есть вот такой заезд. Ну вот, по мне, это нужно было, конечно, делать прямо вот так. Вместо кустов. Кусты вот ходили на сайт, нежели чем вот с такими разворотами. Так как это не очень-то и удобно. Как, например, и вот здесь. Можно было еще и диагональ сделать. Жители сказали бы спасибо. Итак, давайте зайдем в этот дом у нас внутри. Здесь вентфасад, обычные панели. Видны везде кляймеры. Видны вот такие выпуски под воду. И как-то так по мне. А, это выпуск железа, чтобы вода не капала, понятно. Вот он ход, четвертая лестница. Алюминиевая дверь. Большое количество стекла. На очень низком уровне расположен доступ от компании Элтис в дом. Я, наверное, первый раз. Вот это единственный, наверное, похожий жилой комплекс, в котором это так сделано. Здесь мы видим, что написано четвертая лестница. Этажная со 2 по 16. Приморский квартал. Каламерский проспект 13. Корпус 3. Строение 1. Вот кроме этой вывески больше здесь ничего нет. Отделка от застройщика полностью закрыта ОСБ. Я вот не знаю, это застройщик закрывал, либо, соответственно, управляющая компания. В каждом практически подъезде есть контьерж. Закрыто даже все на полу. Почтовые ящики. Здравствуйте. Достаточно красивые, черные. С таким шлифованным металлом, с красивой нумерацией. Ну, а отделка смотрится, вот если вот так посмотреть, очень красиво. И очень красиво смотрится подсветка. Понятно, закрыли. Почему? Потому что все квартиры застройщик передает без отделки. И, соответственно, пока строители будут все таскать, они просто все раздолбят. Значит, не опечатано. Нет ответственности за пожарную безопасность ни снаружи, ни внутри. Но обратите внимание, как это должно быть. Открываем кран. Сразу идет вода. Есть муфта соединительная. Есть пожарный рукав. И вот эта штука, не знаю, как она называется, которую поливать. Пуск пожаротушения зуммер. Ну, что-то у меня работает. Не знаю, должен он, конечно, работать или нет. Есть колясочная за дверью. Есть лифтовой холл. Здесь два лифта на 16 этажей. Это грузопассажирский и пассажирский. И если будут все заселены, я не удивлюсь, что в час пик здесь будет, соответственно, небольшая пробочка. У нас с вами пассажирский лифт. Здесь тоже все в УСБ. Никакого тебе добро пожаловать домой. Лифты Метеор. Очень похожи по табло на Отис. И нумерация, как у Отис. Но не удивлюсь, что все то же самое, только под другой торговой маркой. Значит, лифт у нас едет с 1 по 16. Вот не вижу только кнопки, если оно там не видно, включение вентилятора. Если он здесь, конечно, есть. Едет пока тихо, хорошо. Не сказать, чтобы быстро. Я бы сказал, достаточно медленно на 16 этаж. Сейчас поднимемся наверх и посмотрим всю красоту, убранство внутри комплекса, внутри 16 этажа. И посмотрим с вами переходные балконы. А вот, кстати, отделка лифта смотрится достаточно красиво. Вы знаете, как будто такой металл сжатый, вот очень красиво, типа эко-кожа, напоминает рисунок. Молодцы. И, кстати, скажу, что здесь очень хорошо сделано антивандальное покрытие этого лифта. Ну, уже приехали. И 16 этаж. 16 этаж, выходим. Здесь, конечно, у нас вот сразу заходим сюда и, знаете, вот как-то очень здесь мало места. Очень тесно. Очень. Тесно и душновато. Ну, вот такие элементы видны. То есть смонтировано, в принципе, забрало, как я его называю, хорошо. Но вот, если бы это было бы тоже закрашено таким же цветом, было бы лучше. Деформационный шов закрыт у нас металлом. Закрыт все на стяжках. Они все везде одинаковых. Нет никаких черных саморезов. И обратите внимание, смотрите, тут сразу нарисовано, вот знаете, где ты находишься. Какой адрес. Это шрифт для слепых. Вы находитесь здесь. То есть все можно везде посмотреть. Какие лифты для маломобильных групп населения, квартиры и так далее. Это у нас управление лифтами. Обратите внимание, что у нас раз блок, два блок. И он вынесен вот здесь в самый, скажем, торец, который никому не мешает. 16 этаж. Мне не нравится лично вот этот короб. По мне короба смотрится как-то так. Ну и давно сданный комплекс. Почему управляющая компания, раз застройщик не соизволил снять, не сняли вот эти защитные колпачки. Здесь мы с вами видим какое-то супер устройство с трубкой, где написано плюс. И почему-то вот так торчит, возможно, так и нужно. Итак, открываем дверь. Красиво смотрятся двери. Большая ширина. Есть ограничители дверей на стенке. Здесь ограничитель двери. Вот он. Коридор достаточно широкий. Двери смотрятся красиво. Отделка такая. Комфорт-минус, наверное, я бы так назвал. Пожарный кран, основа ответственного за пожарную безопасность почему-то нет. В соответствии с нормативом. Но обратите внимание, вот как это все должно быть. Не дай бог что-то. Всегда это, соответственно, сработает. Ну, надеюсь, что сработает. Потому что я не знаю, есть ли здесь, соответственно, вода. О, а здесь, обращая внимание, кто-то ключок оставил для чего-то. Ну, наверное, так и надо. Давно, видно, сюда управляющая компания не открывала это. И вот здесь тоже торчит трубка из стены. Вообще непонятное, конечно, устройство. И если обратить внимание на сами... А, нормально, эта тень показалась, что торчит. Все, больше квартир здесь нет. Квартир здесь минимум. А мы с вами видим вот такие недорогие звонки. Очень недорогие. Можно посмотреть за гуглей, сколько в Леруа они стоят. Там до 100 рублей это будет цена. Ну, конечно, так себе. Двери, два замка, глазок, обычная китайская ручка. Всем знакомый, нормальная нумерация здесь приклеена. Три петли. Ну, в общем, пану, конечно, под дерево, блин, ну, очень круто. Очень реалистично смотрится. Радиатор отопления. Здесь уже темный цвет. И обращаю внимание, что здесь, ну, блин, аккуратно все покрашено. Молодцы. Здесь я и забрала. Краба тоже все достаточно четко сделано. То есть, знаете, никакого такого отторжения нет. Ну, конечно, вот эти краба, по мне, это так себе. Выход. Все понятно. Антивандальное стекло, которое, если разбивается, то с него ничего практически не летит. Надо очень сильно постараться. Тамбур, еще одна дверь. Вот, смотрите. Ну, вот здесь немножко ржавчины, видимо, возможно, заедало. А так вообще здесь хорошо высоко, так, господи. Так, трясем. Держится крепко. Переходной балкон. Блин, ебкарной бабой. Здесь даже все аккуратно, друзья. Ну, вот можно только придраться, что фасад помыть вот здесь. И все нормально сделано, стяжка. Виден нормальный отлив. Видна гидроизоляция. И виден соседний дом. Ну, вот, конечно, из кирпича, по мне, он смотрится много интереснее. В низу мы с вами что видим? И спортивные площадки, и детские площадки. Вот то, что мы с вами проходили. Ну, двор по озеленению, не травы, а именно деревьев, конечно, он скудноват. Ну, и, конечно, огромное здесь количество соседей, которое будет, наверное, через 5-7 лет, когда все достроят и все допродают. Здесь открыта дверь. Это выход у нас с вами на лестничный марш. Тут немножечко помыть надо. Это уже вопрос к управляющей компании. Нормальный лестничный марш из завода. Нормально смотрится ограждение. Держится достаточно крепко. Можно подняться выше. Раз у нас тут есть проход. Такое ощущение, знаете, что вот они вот по запаху краски что-то совсем недавно красили. А красили это все, что до этого такое ощущение, что и не было ничего. Ну, либо просто здесь краской пахнет. Поднимаемся выше. Здесь все тоже вот окрашено. Ну, такое ощущение, что реально недавно. Здесь, не знаю, для закладчиков они интересно сделали. Почему недоделанно, непонятно. Выход на кровлю. Пена видна, ржавчина. Дверь закрыта. Чисто аккуратно, не считая вот этого места, что-то кабель они может прокладывать, не знаю из-за чего. Но надо было, конечно, доделать. Раз начали, то нужно и закончить. Пойдемте пройдемся дальше. Посмотрим еще дома, еще подъезды. Что там есть интересного. Ага, так, это я в тех помещениях зашел. Тут закрыто все. Да, высоко, конечно. Очень много квартир. Очень много здесь жильцов. Даже здесь у нас кратко нарисована цифра 16. И обратите внимание, что нарисовано-то достаточно аккуратно. О, какие металлические окна. Даже открывается, ничего себе. Вот это да. Тоже, вот видите, с такими полосками антивандальными. 16 этаж подписали. Молодцы. А вот здесь, обращаю ваше внимание, что расстояние от дома, которое справа до лева, достаточно большое. Дискомфорта нет, не считая того, что здесь, конечно, в общем, все высотно, большое количество квартир. Мы с вами видим детский садик. Детский садик смотрится красиво. И обращаю ваше внимание, что фасады в таком же стиле, как и соседний жилой дом. Из кирпича даже никакого тебе здесь вент-фасада. Нормальная ограждающая конструкция. Свои беседки, свои детские площадки, травка. Ну и здесь тоже, смотрите, какие большие деревья, молодцы, неплохо постарались. Не каждый застройщик так может сделать озеленение. Елочки, кустики, сейчас все засветет и будет красота. Ух ты, о, смотрите. Какое здесь есть классное решение, о чем я периодически говорю в своих видео. Вот есть зеленая трава. Так как люди любят срезать углы, вот это все вытоптано. И здесь вместо травы просто аналогично набивное покрытие. Также это вот здесь. И также это вот здесь. Здесь я могу сказать, кто вот это проектировал и делал, он реально подумал. Ну, естественно, имеет определенный опыт. Еще один приямок. Здесь есть у нас сетка, куда уходит вода. Здесь видно влага. И ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, вот видно, да, воды здесь много. Ну, знаете, смотрите. Либо это уходит в ливневку, либо там просто какая-то емкость. Вот может быть, вот это все как приямок сделано. И туда уходит вода в землю. Либо это нужно почистить. Потому что, ну, конечно, такого количества воды здесь быть не должно. Ну, и плюс вот почему-то здесь есть открытый утеплитель и уже ржавчина на металле. За забором стройплощадка. Здесь вот такая своя прогулочная зона. Еще один вот такой большой приямочек. Что же у нас тут? Аналогичная сетка. Почти до верха все в воде. Видно, что стяжка тоже вся мокрая. И здесь аналогично. Но зато обратите внимание, здесь вот такие панели из гранита. Искусственный камень. Здесь гранит смотрится хорошо. И ограждающая конструкция сделана из нержавейки. Держится крепко и выглядит достойно. Вот тут какие-то такие интересные кустики мы видим. В нормальном количестве. Ну, таких, знаете, по ощущениям, что тут полудохленьких. Вот тут уже листики вышли. Деревья есть. Под метра два высотой. Здесь мы видим. А, здесь они как раз вот видно, что привезли кору. То ли убирают, то ли наоборот рассыпают. Чтобы вот так было красиво. Видно, что управляющая компания работает. Здесь тоже у нас какие-то кустики. Как палочки. Деревья с засохшими листьями. Надеюсь, оно выжило. И детская площадка. Здесь у нас вот такой интересный забор. Непонятно. А, это настройплощадку. Выход. Спортивная площадка. Там еще земля есть. Территория церкви. А, вот эта площадка, да, которую мы с вами уже видели. Ну, сейчас дальше вот туда пройдем. Как раз с башней. Посмотрим башни. Здесь мы видим небольшое количество рабочих. Которые монтируют винфасад. От застройщика здесь достаточно большое количество продажи. Квартира около 300 только однокомнатных. Однокомнатные в черновой отделке стоят от 10 миллионов рублей. На вторичном рынке стоимость квартир в черновой отделке от 9 миллионов рублей. С чистовой отделкой, вот там 10 тоже с копейками. А, цена на вторичном рынке квартир с отделкой разнится из-за самого качества отделки и применяемых материалов. Долг где-то 13,5 миллионов рублей за однокомнатную квартиру. Не знаю, получается, как пройти вот к этим домам и к башне. Возможно, там есть где-то, если вот туда направо до конца идти, проход. Хотя я, честно, не заметил. Получается, нам нужно выйти отсюда и снова, соответственно, зайти. Общественный транспорт. Заправка Роснефти. Все здесь, естественно, шаговая доступность. Вот она, кстати, остановка. Вот такая, видно, стихийная тропинка протоптана на газоне, потому что здесь ходит большое количество людей, которые приезжают и уезжают из этого комплекса. И не только из этого комплекса, а чтобы дойти до метро. Проходя к башням, видим вот такую красивую траву. Вот это, кстати, прикольно. И здесь растет вот этот борщевик, что ли, друзья. Не знаю, я не очень силен. Но ощущение, что вот этот борщевик здесь затесался. Странно, что его не выкосили. А может быть и не он. Прямо посередине, да? Обратите внимание. Или это цветы какие-то, посаженные застройщиком либо управляющей компанией. Мы с вами зашли в башню через второй этаж. Здесь грузопассажирский лифт. Отис. С режимом генерации электроэнергии. Лифт расположен вот так. Кабина, соответственно, здесь уже расчехлена. Кабина смоется красиво. Камера видеонаблюдения. Большое вот такое, друзья, зеркало. Пошатывается этот лифт. Заявочку жителям оставить, чтобы его подкорректировали. Но едет достаточно, в принципе, быстро. Двадцать третий этаж. Двадцать третий этаж. Открываются двери. Выходим. Управление лифтами. Окрашены короба. Уже не белого здесь цвета. Только вот на потолке белого. Забрало. И стеночка такая, конечно, кривоватенькая. Здесь как-то достаточно мрачно. Выход здесь написан. А тут вообще непонятно. Квартира, наверное, тут. Попробуем здесь пройти. О, как пахнет едой. Вышли с вами на переходной балкон. Тут все каменно держится. Кирпич. Обращаю, кстати, внимание, что для воды вот здесь сделано. И оно практически вровень. Но вот здесь не хватало бы, не знаю, пройтись чем-то герметиком. Может, чтобы влага вот туда не попадала. Потому что металл не доходит до края стяжки. Но отсюда открывается шикарный вид на город. Вот за комплексом уже станции метро Приморская. Здесь все очень достаточно быстро. Недалеко. Но было бы еще, конечно, повыше. Был бы еще вид, конечно, поинтереснее. Ну и, соответственно, сам комплекс с высоты 23-го этажа. Внутрь, кстати, если не ошибаюсь, школу они должны возвести. Демонтировать старые павильоны, где раньше такого рынка было, и построить школу. На лестничном марше аналогично есть указатель 23-й этаж. Обычная краска. Сделана аккуратно и ровно. Ограждающая конструкция с линолеумом. Но держится крепко. Плинолеум пока еще за все это время не поднялся наверх, как у некоторых застройщиков. Пока впечатление приятное. Когда выходишь с лифтового холла в межквартирный коридор, там нормально, прохладно. А здесь, конечно, достаточно душно, потому что нет вентиляции. А когда на улице будет плюс 25 и 30, тут будет, наверное, полнейший капец. Обратите внимание, друзья, на лифтовой холл. Как застройщик круто сделал нумерацию этажности и где какая находится квартира. Очень прикольно. Наверху мы видим красивое современное освещение, черная плитка. И вот такая отделка лифтов, обрамление серебристой смотрится. Достаточно красиво. Есть везде указатель здесь, на каком этаже находится лифт. Два груза пассажирских, один пассажирский лифт. Даже красиво смотрится плитка на полу. И просто огромнейшее зеркало, чтобы поправить свой гардероб перед выходом на улицу. Большая алюминиевая белая дверь. Выходим. С правой стороны у нас консерв, с левой стороны у нас колясочная. Ящики почтовые тоже все смотрится красиво. Даже есть информация. И что мне здесь понравилось, есть управляющий вашим домом. И видно, как он выглядит. Интересно, он сюда в пиджаке ходит или нет. Выходим, нажимаем кнопку. И идем в сторону удочек ключей, чтобы посмотреть, как застройщик передает квартиру. Зашли в квартиру. Квартира в черновой отделке. Газоблок, бетон. На первый взгляд вообще стяжка ровная. О, здесь два окошечка. Разводка труб вертикальная. Все по старинке. О, еще и радиаторы. Трубы теплые. Надеюсь, что нормально зачеканили, чтобы не было не слышно, не видно соседей. Окна, кстати, здесь все нормально промазаны. То есть мастики не пожалели. Держатся на пластинах. Тут, соответственно, все аналогично. Вот тут есть дефектик. Не хватило мастики немножко. Вид такой неплохой. На заправку. Стоянку. К соседям из КЦ Камень. Обращаю внимание, как швы даже промазали, так четенько. Интересно, что там дальше за этим. Бетон или нет? А, возможно, и бетонная стена. Там просто шумизоляция идет. Это у нас кухня с выходом на лоджию. Холодное остекление. Свежий воздух. О, арену видно. Лахтоцентры виден. Прикольно. Так вот смотришь и понимаешь, выезжать тебе или нет. Пробка есть или нет. Ванная комната. Аналогично Камень из КЦ. Вентиляция обычная. Заводы смонтированы. Сделано все аккуратно. Противопожарная манжета. Шумо-теплоизоляция. Все здесь на скобочках. Красавчики. Обращаю внимание, что даже здесь все зачеканено и промазано. Здесь почему-то скотч. Без скотча никак. Труба у нас, кстати. Вот обычная труба, они серого цвета. Это белая труба. Она повышенная шумоизоляция. Запорная арматура. Счетчики. Полотенце-сушитель тепленький. Ну, в принципе, тут пока все. А, и гидроизоляция промазана так неплохо. Счетчики в квартире на электричество. Автоматы ТДМ. 63 Ампера. С10, С40 и 2716. Все подписано. Где, чего и что. Домофон. Элтис. Ну, ручка такая. Самая начальная из недорогих. Ну, и, кстати, скажу, что до черновой отделки здесь достаточно всего чисто. Нет мусора практически постороннего. Только всякие вот такие. То ли остатки, то ли рекламки. Сейчас ключи проверяем, есть ли пожарные рукава. О, обратите внимание. Четко, красиво. О, а вот здесь работает зумбер. В отличие от предыдущих домов. Все подключено. Все как надо. И здесь. И здесь. Мы с вами, друзья, на балконе. Здесь из дюансов. Смотрите, есть вот такая выемка. Здесь труба. Для того, чтобы можно было сюда сделать слив с вашего кондиционера. Одного и, соответственно, второго. Но, к сожалению, нигде нет электрического вывода. Нужно было тянуть провода самим. Периодически на приемках квартиры я вижу, как люди стоят в огромной очереди. Знаете, представляете, практически как в метро или в маршрутку. Для того, чтобы получить свои ключи. Такое большое ожидание. Здесь есть большое помещение. Сейчас мы с вами зайдем и все внимательно посмотрим. Во-первых, очень удобно сделано, что везде есть вот такие большие вывески. Где отдел заселения, куда вам нужно идти. Не нужно кому-то звонить и спрашивать, где я вообще получу ключи. Заходим. Это первый этаж. Все очень удобно. Передача квартир здесь. Огромное помещение. Сразу есть указатель, где чего. Есть санузлы, детская даже комната. Вот такая зона. Какао, кофе, чай бесплатно, капучино. И получаешь свои ключики. Я когда сюда подошел, вначале подумал, что надо где-то платить. А здесь все бесплатно. То есть можно просто прийти с улицы и выпить. Да-да-да, просто заходить в гости и просто попить чай. Причем, кстати, вода, архыз очень вкусная. Сегодня только утром пил. А где Алексей? Я так не знаю вообще, он там с машиной разбирается. Все, я сейчас его довольна. Пойду. Надо ключи ему оставить, потому что мне надо бежать детей забирать. И делать ремонт. Прямо сейчас. Сразу. Надеюсь, что все. Ура! Все? Да? Я очень рада. Так, давайте вначале поговорим, Алексей, про квартиру. Как вам квартира, передача квартиры? В целом все организовано, я бы сказал, на высшем уровне. Не первый раз уже принимаем квартиру. Опыт имеется. Есть чем сравнить. Есть чем сравнить. То есть застройщик, в принципе, грамотно все организовал. Сама квартира в очень достойном качестве. То есть замечания, если и были, то прям совсем минимальные. Но они сразу там все исправили. Они прям при нас все исправляли. Бегом-бегом принесли нам дополнительно там по мелочевке даже мешки. Заровнять там стенку. То есть замечаний самый минимум. То есть практически нету, можно сказать. То есть в целом по приемке вопросов нет. Как сам отдел заселения? Отдел заселения, в принципе, они всегда все приятные. Кстати, я удивился, улыбаются. Зал такой большой. Кофе бесплатно, какао, там что угодно. Заходи, да, угощайся. В целом, да, по заселению тоже все приятно. Все, в принципе, прошло довольно успешно. Единственное, у многих собственников нынешних новоиспеченных группе много вопросов по стоимости коммунальных услуг, которые, к сожалению, застройщик то ли завышает, то ли во всем комплексе. Сколько за квадратный метр? Я не помню, сколько там, не буду врать до копеек, но вот по опыту предыдущих корпусов практически там в два раза, ну, чтобы не соврать, они хотят повысить, да, по сравнению с другими корпусами. Может быть, там чуть-чуть меньше разницы, чем в два раза, но они говорят, что они и со следующих корпуса тоже собираются со временем к этому тарифу подтягивать, мол, везде повышение и так далее. Ну, в принципе, наверное, в это можно поверить, но не сразу в два раза, как-то плавнее этот переход должен происходить. Есть что, что не понравилось? Что, не понравилось? Ну, даже не знаю, вот прям такого негатива какого-то особого не ощущал. В целом очень приятный комплекс, приятный персонал. То есть я бы ничего не стал ругать, кроме вот тарифов. В остальном все хорошо. Ну, я бы тогда добавил про управляющую компанию, потому что ему, когда начал я, например, лично задавать неудобные вопросы, то он как-то сразу все начал воспринимать в штыки и как-то начал агрессировать, можно это так назвать. А так, в целом, в принципе, все очень круто. И отдел заселения, и девочки, которые там подписывают документы перед тем, как получить ключи, а не то, что этот управляющий, который говорит, не подпишите, не проголосуйте за нас, я вам, типа, ключи не дам от входа. Ну, вообще просто трендец какой-то. Его нужно понижукать. Ну, согласен, но на неудобные вопросы не всегда есть ответы, поэтому, наверное, он так поступает. Ну, лучше, а что-то наезжать? Мог бы немножко поувереннее сказать, что они вот так. В целом, не будем на него обижаться. Да, обижаться не будем, точно. Поэтому нам здесь жить. И, скорее всего, сотрудничать именно с этой управляющей компанией. Поэтому вот так вот. То есть жители не собираются на что-то менять? Ну, я не знаю, по чатам, по комплексам, если бы мониторить. То есть все, кто сидят в чатах, все, конечно, хотят нормальных выборов. Как у нас есть такое требование. Но не факт, что они пройдут. То есть, скорее всего, это под шумок. Компания все управляющие подпишет, ее примут внегласно. Все, скажем так, одним махом подпишутся. И будем мы с ней дальше жить и существовать. Так, ну что, берем тогда вещи и квартиру же тащим это все? Да, пойдемте. А пока идем, как раз и здесь будет видно двор. Солнышко немножко ушло. Ну, по зелению, да. Не сказать, что, конечно, это круто. Но можно сказать, что сделано очень хорошо, по мне. Потому что, ну, смотрится красиво. То есть видно, что здесь застройщик реально постарался. Даже вот видно, что песок весь поубирали зимы. Вот здесь уже почки понабухали. Очень-очень красиво. Уже даже газон, видно, всходит потихонечку. Слушайте, а почему именно в этом комплексе купили? Из-за близости к метро? Наверное, не только близость к метро. Вот самый решающий такой фактор был, скорее, парк удельный. Потому что я, например, все детство жил в этом районе, в Приморском. На матросы-железняка. И у меня такие ассоциации хорошие с этими местами. Соответственно, как-то вот выбирали, выбирали. Смотрели еще на краю города, там разные комплексы. Мы пришли все-таки к Пионерской, скажем так. И тут и парки, и метро, и, в принципе, инфраструктура. Сейчас за домом уже какой-то новый комплекс должны открыть, торговый развлекательный. И, соответственно, в совокупности всех этих моментов получается, что очень даже неплохое место для инвестиций и будущего, наверное. Ну, скажем так, квартиру мы не для жизни покупали, поскольку семья, скажем так, четыре человека, однокомнатная. Понятно, что не очень комфортно было. Вот это тоже интересный вопрос. Где вы сейчас живете? Мы живем сейчас за городом. В своем доме? В своем доме, да. Поскольку, на наш взгляд, все-таки дом как-то больше, не знаю, симпатии у нас вызывает, чем жизнь в квартире в городе. И в каком доме вы живете? В доме от компании Хольцов Хаус. Который был у меня недавно в зоне на канале. Да, недавно был. Очень интересно. Расскажите, вы зиму уже прожили, эту зиму в этом доме? Я бы сказал, уже, наверное, четвертая зима. Но поскольку мы сейчас у них заказали дом побольше, вот эту последнюю зиму мы сдавали дом. Но три зимы мы прожили. И я бы вообще, скажем так, не... То есть зимой вам было в мороз не холодно? Да, зимой не холодно, ничего нигде не поддувало. В целом очень энергоэффективный дом по отоплению. По сравнению с соседями суммы на электричество уходили. То есть копеечные. Сколько вы платили? Самая большая сумма? У нас там площадь чуть больше 50 метров теплой было, квадратов. И в самый холодный месяц, наверное, 7-8 тысяч. Это прям вот самые морозы. Отопление только электричество? Это все полностью электрическое отопление. Если там уже хотя бы минус 10, то, наверное, даже тысяч 5 выходило. Вместе с конвекторами, с теплым полом, с бойлером, с плитой, с духовкой. Ну, то есть все-все-все. Мне холодно в доме вообще было, да? В доме. Вообще у меня дети ходили босиком по полу, по-теплому. И никаких претензий, проблем. Слушайте, очень круто. Вот такой отзыв. Не зря они мне понравились. Я вот специально поехал к ним на экскурсию, для того, чтобы это все посмотреть. То есть получается, хватает всего того утепления, которое они делают. У них все очень классно просчитано. То есть Артемий, директор этой компании, он и архитектор замечательный, как человек. То есть приятный пообщение. То есть на все вопросы можно с ним, я думаю, если будете приобретать, как-то затребовать, попросить какую-то встречу. Он вам все разжует, все расскажет. То есть человек прям горит за свое дело. Он все каждый месяц, каждый год у него какие-то доработки, нововведения. Он понимает, что вот эта функция какая-то работает не так, как надо. И он ее дорабатывает до идеала, пока не приведет в нужное русло. И вот эти вот мне нравятся человек. То есть есть компании, кто сделали один проект и штампует его там 10-15 лет одно и то же. А тут есть какая-то тенденция на улучшение. И не какая-то, а прям ого-го какая. По гарантии какие-то были обращения кольцовым? По гарантии были обращения. Без этого никуда. Любое современное, даже какой-нибудь гаджет, что угодно, требует обслуживания. Были моменты и по террасам там трещинки. И на стеклах дети хлопали дверьми. Были трещинки там на раме, на герметике немножечко. Там что-то какие-то прям маленькие моменты. То есть вентиляционная вытяжка выходила из строя. То есть прям совсем по какой-то мелочи. И, скажем так, все моменты устранялись в пределах разумного времени. Пару дней тебе приехали, все заменили на новое. Ни копейки ты за это ничего не доплачешь. Все по гарантии. Потом фасад один раз нам поменяли по гарантии целиком. Поскольку краска какая-то, партия была неудачная. И краска стала быстро вот цветать на солнце. Соответственно, обратились к Артемию. Артемий посмотрел. Да, действительно, под красами этот вопрос было бы решить трудно. И пришлось им поменять нам целиком фасад. Опять-таки все по гарантии. Все обращения ты как? Просто позвонил ты сам? Нет, ты можешь написать им в WhatsApp, обозначить проблемы, отфоткать все эти проблемные места. Недостатки? Да, отфоткать все недостатки и отправляешь на WhatsApp в течение двух-трех часов. Никакой бюрократии, макулатуры, ничего. Нет, просто в WhatsApp в отдел сервиса пешешь, и они тебе отвечают. Пишут, приедем там завтра. Все. Представляете, это где-то управляющая компания или застройщая, когда ты говоришь, у меня проблема к тебе прям сегодня или завтра приходит. Это уже из области фантастик. Да, такого сейчас мало встретишь, потому что все немножко в другой, какой-то вселенной живут, им уже лишь бы побыстрее сдать, отстреляться и денежки со скро вывезти, и все, и до свидания. А тут есть хоть какой-то огонек, скажем, радости вообще в этом городе. Так что вот. А новый дом когда они вам смонтируют? Где-то в первых числах июня уже мы будем ключи получать. Хочу напроситься к вам на новоселье. Приезжать. У нас там, правда, не будет еще участвовать. Ну, подготовлено, а сам дом, да, будет полностью. То есть уже туда сразу перейти жить или после подготовки? Да, мы будем еще какой-то момент готовить, там, кухню может поставим. И, скорее всего, ну, не сразу заедем, то есть через какое-то время. А так, получается, первое число июня, и мы, ну, они заодно посмотрите, в каком варианте они передают. То есть вот как ключи тебе, как здесь нам сейчас дали ключи. Ну, да. И там совсем, ну, мы уже получали ключи, знаем, как это происходит. Тоже, в принципе, быстро, понятно, и нету косяков. А если и есть какие-то подкрасы, то ты, скорее всего, в первый день они тебе ничего не будут устранять. Ну, как-то, получается, прям обошли. В первый день они тебе ничего не устранят, потому что ты в любом случае... Да, мы проскочили. Ты в любом случае будешь просто заносить мебель, технику, где-то какую-то там стеночку коцнешь, поцарапаешь, надо было подкрашивать. И они это все меняют? Ну, и где-то меняют, где-то подкрашивают. То есть на момент заселения у тебя в любом случае мог дуть по дому где-то какие-то там моменты. И вот это вот ты все устранять лучше не сразу, а когда вот они уже, вся мебель у тебя на местах, техника на местах, и, соответственно, у тебя не надо им два раза ездить, получается, какие-то моменты подделывать. Но маленькие недочеты будут в любом случае, это у всех так. Но это будут настолько, ну, мизерные недочеты, что на них можно даже не обращать внимания. Кстати, вот здесь тоже подумаю, да, вот для меня, например, из-за таких, скажем, небольших минусов, это отсутствие нормальных больших табличек, где было бы указано, что где какой подъезд. А вот мы сейчас идем тоже. Вот мы его реально проскочили. Мы проскочили, мы с вами идем. Я иду сам второй раз буду заходить. Так, сюда же нам? Сейчас узнаем. Нам нужна третья. А, третья? Маленькая, да-да-да. И нам... Третья, значит, вот туда вообще. Мы вообще мимо все прошли. Это мы все прошли. Вот, да, на самом деле циферки такие. Не очень крупные, но это мы просто заболтались. Есть люди, кому принципиально каркасники не нравятся. То есть, может быть, они считают, что он там пожароопасный. Еще какой-нибудь там... Ну, извините, квартира в кирпичных домах тоже выгорает полностью. Ну, да. И перекрытие подводит. Ну, просто вопрос подхода. Видишь, пожарную сигнализацию и систему пожаротушения можно установить в любую квартиру и в любой дом. Ну, да. Были бы финансы. А фундамент там, кто-то говорит, то, что на сваях у них идет стандартной комплектации. Ну, если хочется, можно, наверное, теоретически другой фундамент. А я спрашивал, да, с ними можно договориться. Они делают ленту, наверное. Просто насчет плиты не знаю. Плита, наверное, не подойдет. Там вентилироваться все должно. А вот лента, наверное, подойдет. Там лента, либо свайные фундаменты из бетона. А вот это четвертая. Вот сейчас уже наш должен быть. Да нет, спасибо. Нет, мы сами, спасибо. Вот. И, соответственно, в целом тогда пригласим вас в начале июня. Вот у нас 23-го этажа кровля соседнего дома. Видно вообще, что просто чистый. Никакого мусора, ни грязи, вообще ничего нет. Разве что промести пыль, убрать. А так-то вообще... Ну, да, да, чистый. Новый, вроде бы, там еще муха не сидела. Ну, знаете, я тоже прихожу в новые там подоны, какие-то там кучи мусора, плитки. Пивные банки там на этих работников. С желтой жидкости. Да, да, да. Вы дверь не открыли, не дай бог. Вот, кстати, смотрите. Часто вот этого не видишь. Их проверяют и удают вот такую бумажку. А, ну вы же и так знаете, что я вам рассказываю. Улица не просвечивается. Здесь даже есть окно, можно кровлю посмотреть. Ну, отсюда видно, что все чисто. Ну, там песочек есть какой-то и все. Даже что-то пытаются, они опустили ли они плиточкой немножко, дорожку основную. Ну, ты по которой ходи, наверное. На самом деле, блин, прикольно. Где же техпомещение? Стандарт. О! Так, вентиляция вот здесь, халифтовой. Лифтовая шахта. Ваш, вибрация такая чувствуется, да? Да. Вот здесь испаритель, смотрите. Если влага сверху попадает, вот она здесь испаряется, все наверх уходит. Как в холодильнике прям. Ну, это очень допотопная технология, еще советская. Вот, посмотрите, как мы, друзья, лезем. Для того, чтобы вам все показать и вашим соседям. Двери, кстати, прилично смотрятся. Ну-ка, открыто, нет? О, открыто. Вот она вентиляция. Это же теплый, получается, техэтаж. Вот вся ваша вытяжка вот сюда выходит. Вот она. Вот это вентиляция. Он даже чувствуется, отсюда воздух идет. И, кстати, в отличие от вот этой конструкции, в отличие от того, что строится сейчас, где она сразу выходит без техэтажа, вот это, кстати, работает. Да. Слушайте, здесь даже стяжка здесь хороша. Не считая говна, которое было при входе. Там кто-то поднасрал, простыми словами. Не знаю, тут забрало, почему открыто. Вообще, по идее, должны быть закрыты. Это, по-моему, дымоотсос. Ну вот, он должен быть вообще закрыт. Он должен открываться. Я не эксперт, но он, наверное, открывается при пожаре и включается вентилятор. Совершенно верно, да. Здесь он просто открыт, и его, похоже, после проверки не закрыли. Потому что, да, а вот этот закрыт. Такой половинчатый режим. Интересно. Даже здесь, обращая внимание, гидроизоляцию сделали на всякий случай. Ну что, тут сухо, ничего нигде не видно, что не прошло. Вот еще одна вентиляция. Паркинга нет, поэтому вглубь тут особо не залезешь никуда. Кстати, часто бывает, либо вообще сетки нет, либо просто чем-то накрыты непонятно. А здесь вот сделали на уголке сетку там приварили, ему, чтобы точно ни мышь, ни котик какой-нибудь не залез. Нормальный чердак, теплый. Если будут двери открыты, то будут новые жители. Засчет жильцов. Зимой греться. Не, ну наверняка закроют все. Сейчас они видео посмотрят и закроют. Ну это понятно, да. Ну самое главное, что мы с вами успели. Да. Нашли хоть один косяк. Да. Тут щитки, конечно, такие. Вот тут оборудование какое-то открыто, да, все. Я не специалист, я не знаю, даже инструкция, похоже, есть, или паспорт. Тут все включено. Схема управления, чего-то там. Вот такие, друзья, катакомбы. Вент-камера. Ну вот, кстати, вот тоже клапан открыт. Воздух отсюда вообще идет. Вот это внизу, это же этот... Это лифт, наверное. Это лифтовая шахта. А он, по идее, должен быть закрыт. Открываться он должен тогда, когда... Он открываться при пожаре, должен отрасывать дым, помогать. Я не знаю, правда, может какая-то хитрая схема, наоборот, эти закрываются, а те открываются. Кто специалист, друзья, напишите, должно это быть открыто или нет. И вот здесь есть номерок. Может быть, это поможет. А так, в принципе, аккуратненько сделано. Ну да. И кучка тоже такая здесь аккуратненькая. Цивильно сделано. Цивильненько, да. Желтая жидкость тут тоже. Непонятно вообще, что тут. Лучше не трогать. Так, а это что у нас еще? Она тут закрыта. Башня красиво смотрится. Да. Особенно вид вот в ту сторону, где Петроградка видна, как на ладони. Прикольно здесь. Даже не считая на то, что вот сейчас мы с вами увидели, это вот единственный такой, скажем, недостаток, который быстро устранимый. То я скажу, что вот за этот год, например, это один из приятных комплексов, где круто передают ключи. Мне реально было приятно, что, во-первых, заходишь в огромное помещение, немаленькое конура. Четко все быстро было, бесплатные напитки, это тоже приятно. Потому что обычно даже, ну, кроме воды, как правило, вообще ничего нет. Впечатление положительное. Но ремонта здесь, конечно, еще, наверное, лет на семь. Будет вот постоянно бетон кто-то грызть, будет что-то делать. Согласен, квартира-то без отделки. Так они здесь все без отделки. Ремонт минимум 3-5 лет будет очень. Да, да, да. По-другому никак. Из плюсов, конечно, это парковые зоны, это метро в шаговой доступности, станция метро Пионерская. Напомню, от застройщика 10 миллионов рублей стоит квартира на данный момент. На вторичном рынке плюс-минус так же. На самом деле, по мне, было бы интересно, если бы вот эти дома были бы чуть выше этажей 27, они были бы такой, скажем, доминантом этого жилого комплекса, а эти были бы ниже, хотя бы, не знаю, 16 максимум, вообще лучше 12. И, конечно, вот здесь можно было и дороже продавать, и вид был бы прикольный. Я был в этих квартирах, кстати, так, ну, прилично там все. Ну, нет, согласен. И подъезды приличные. Ну, единственное, вот мне не нравятся оттенки фасадов вот этих вот домов. Раз, два, три. Водка, да, да, да. Мне которые вот эти из... И паркинги тоже вообще как бельмо на глазу. Да, вот эти, которые с фасад из кирпича, вот этот вообще красиво смотрится. Мне очень нравится, что вот такие типа эркеров сделали, и вид получается такой подигонали. То есть ты не в соседей смотришь, а у тебя какой-то более пространственный. Нет, мне вот именно, окей, даже фасад этот, но вот именно сами оттенки бежевый с синим. Скучные, да? Ну, не то, что скучно, просто какие-то странные. То есть у них они, ну, видимо, дизайнер у них не попал в точку. Тоже их винить не стоит. Ну, может быть, даже там темно, какое-нибудь серо-черное, там, может быть... Ну, хотя бы, да, если вы делаете винт-фасад, надо было бы делать вот оттон кирпича, правильно? Вот как этот, этот. То есть вот смотришь, один и тот же кирпич, по-разному сделаны красивые рисунки. Вот здесь посередине дома, знаете, это в Тетрис игру включаешь, и дры-рым пошла из картинок. Да, в него там поползли пиксели. Ну и школу достроят, будет такая... 27-й год, да, вы сказали? Да, да, примерно 27-й. Будет такое, как, логическое, логичное завершение. Ну, завершение, да, всего этого. И вот когда все это, заборы откроются, уже будет как-то по-другому комплекс этот жить. Ну, согласен, да. Но я еще очень надеюсь, что управляющая компания, которую они свою поставили, что она будет нормально ухаживать за своим комплексом, и я сюда не приеду показывать что-нибудь плохое. Как у них в доме на Львовской было. Где там они понаделывали... У этой же компании? Ну, Монолит его строил, да. Их была управляющая компания, и, соответственно, там жители проголосовали за другую. Ну, и за ту, которую они проголосовали, очень недовольны, та тоже деловку наделала. Обещалось три короба, а получилось как обычно. Ничего. У нас это нормальная ситуация. К этому просто надо быть готовым всегда. К сожалению, да. Нужна помощь недвижимости, обращайтесь. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, мы говорим. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова